Как-то вот так пишет. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заработавший в 2020 году всего лишь 2,5 миллиона рублей, носит престижные часики из белого золота с механизмом, отображающим время 24 временных зон. Стоит 4 миллиона рублей. Заработал он 2,5, часики носит за 4. Никитин стал малозаметным главой и слабо следит за тем, что происходит в регионе, дав добро на продвижение на место члена Госдумы Алексея Борисова, бывшего топ-менеджера, замешанного в серых схемах Росавтодора, имеющего зарубежную недвижимость, записанную на его жену. Об эко-проблемах региона также давно известно, а все это из-за бессистемно расставленных мусорных полигонов, что не волнует губернатора. А о чем волноваться, если у тебя часики за 4 миллиона? Скорее всего, квартирок несколько, особнячки, дачки, может быть, там личные вертолеты, не говоря уж о дорогих машинах. Добрый день, дорогие друзья, с вами Павел Иванов и на канале аудио статьи «Хроники пикирующей России». В Пензенской области мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, был госпитализирован в больницу, да, казалось бы, его временно, казалось бы, его вовремя подобрала скорая помощь, все нормально, отвезли, все хорошо. Там его игнорировали больше 16 часов. Он не получил своевременной помощи, сходил на ужин и умер. Следствие считает виновным только одного рентгенолога. Все остальные ни при чем. Злополучное ДТП произошло еще в 19-м году. Тогда, после аварии, 60-летнего Павла Горохова доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Его наспех обследовали, выявили проблемы с легкими и множественные переломы ребер, но положили не в реанимацию, а в обычную палату. Несмотря на жалобы и сильную боль за Павлом никто не следил. Мужчина позвонил родным и рассказал о происходящем. Вечером он даже самостоятельно сходил на ужин. Но, видимо, ему сказали туда идти, потому что, раз за ним никто не ухаживает, как иначе-то. А уже к ночи у него резко ухудшилось самочувствие, и только в этот момент его направили таки в реанимацию. Там Горохов в тот же день и умер. Родные мужчины были уверены, Горохов умер из-за игнора врачей. С 7 утра до 11 вечера к нему почти никто не заходил. В ходе разбирательств выяснилось, что при обследовании Горохова не было обнаружено несколько серьезных травм. Дежурный врач недооценил тяжесть его состояния. Пациента следовало сразу направить в реанимацию и подключить к ИВЛ. А из-за отсутствия наблюдения никто не заметил ухудшение его состояния. Спустя год за смерть Горохова таки взяли следователи. Удивительно, но они предъявили обвинение лишь 39-летнему рентгенологу Александру Слободскому, уже уехавшему работать в Москву. По мнению мужчины, руководство больницы просто спихнуло все на него, мол, он уже у нас не работает, пусть и отвечает. По статье о причинении смерти по неосторожности, Слободскому грозит до 3 лет тюрьмы. Остальные занимавшиеся Гороховым медики продолжают работать в больнице. Я обращаю ваше внимание и подчеркиваю, эта история из 2019 года тянется, еще до коронавируса. А что сейчас, после всей этой продолжающейся оптимизации медицины, после того, как все хоть сколько-то талантливые врачи перешли вслед за более высокой зарплатой в инфекционные отделения, ухаживают за коронавирусными больными. А кто ухаживает за простыми людьми, кто попадает в дорожно-транспортные происшествия, у которых случаются инфаркты, инсульты, обострения других хронических заболеваний. Что за врачи остались в больницах и занимаются рядовыми текущими пациентами. Сколько таких случаев происходит каждый день по всей нашей необъятной матушке России, но мы о них просто не знаем. Года через два узнаем, вот как об этом, что человек попадает в больницу и медленно умирает. Может быть тогда не стоило мучиться, скорую зачем-то вызывать, может надо было его бросить там на обочине. Результат-то тот же. Вот так работает наша путинская система здравоохранения. Дорогие друзья, ставьте под роликом лайки, делайте репосты, пишите комментарии, а мы продолжаем. Олигарх Дерипаска продолжает критиковать систему. Вот он пишет в своем официальном телеграм-канале. Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак на этой неделе объявил о создании совместной рабочей группы с британским Центробанком. Задача – оценка перспектив создания национальной цифровой валюты. Дерипаска призывает российский Центробанк тоже поспешить и создать свою криптовалюту. Официальную государственную успешное внедрение цифровой валюты даст Великобритании огромное преимущество, особенно в сравнении с разъевшимся, медленно и бесконечно бюрократизированным Европейским Центральным Банком, который вынужден месяцами согласовывать каждый свой чих. Прагматичные британцы пытаются обернуть Brexit в свою пользу. Тут можно только поучиться. В 38% российских городов исчерпала себя программа льготной ипотеки на новостройки. Эта мера одна уже не может стимулировать строительство доступного жилья. Экономия всего за год исчезла из-за роста цен. В самом деле, у нас Путин гордо объявил о льготной цене на ипотеку. Застройщики тут же подняли цены, так что ты вроде бы платишь вместо 11% всего 6% в год. Но если посчитать, получается, что люди сейчас платят еще больше, чем платили год и два года назад. Если на старте программы с минимальным взносом можно было купить 91% квартир, то сейчас только 84%. Средние расходы на кредит по льготной ипотеке от среднего семейного дохода увеличились за год с 26% до 28%. Да, Олег Владимирович, все правильно пишите. Это очередная разводка для россиян. И это лишь на первый взгляд кажется не такой уж и большой разницей для реальных людей, для реальных семей, живущих от зарплаты до зарплаты, и бюджет которых распланирован до копейки. Это ощутимый рост, учитывая, что зарплаты не растут. Нужно развивать строительный сектор, который так и не оправился после убытков, понесенных при строительстве Олимпиады в Сочи. Города должны обеспечить застройщиков доступной землей с инфраструктурой, в том числе социальной. Это сейчас единственный действенный способ решить жилищную проблему, не поднимая цены на квартиры. Олигарх в своем репертуаре, по его логике получается, строительный бизнес задирает цены на недвижимость только потому, что во время Олимпиады в Сочи этот самый бизнес понес огромные убытки. Серьезно? Сколько денег было вбухано в эту сочинскую Олимпиаду? Колоссальное количество. Сколько на этом всем было разворовано? Колоссальное количество. Мы помним те самые истории, когда, да, были выделены деньги, но стадионы, ледовые дворцы, трассы не были построены. И вот до Олимпиады остается два года, ничего нет, полтора года, ничего нет. Год внезапно приезжает Путин, назначает туда совсем другое руководство, всех старых выгоняет, правда без уголовных дел практически. И вот за последний год резко, быстренько начинаем все достраивать, доделывать. И там буквально за несколько месяцев, за три-четыре месяца до открытия Олимпиады успели, более-менее как-то справились. Разве мы этого не помним? Деньги были разворованы этим самым бизнесом, конечно, с участием чиновников. Но, простите, говорить о том, что строительный бизнес по всей стране пострадал из-за строительства объектов на Сочинскую Олимпиаду, это как-то очень странно. Хотя, что странного, это же Олег Владимирович своих дружков защищает. Опять же, кто строил объекты на Сочинскую Олимпиаду? Бизнес из Кирова, из Саратова, из Хабаровска в этом как-то поучаствовал? Да нет же. Это только ограниченное число компаний как-то прикладывало руку к Сочинской Олимпиаде. Не нужно с больной головы перекладывать на здоровую. Это совсем другие причины. Причины, собственно, в капиталистической системе. Они пытаются зарабатывать при каждом удобном случае. Государство дает больше денег для населения, а мы его положим в свой карман, потому что можем. А государство никак это не ограничивает. Не такие ли олигархи, как вы, Олег Владимирович? Боролись годами, десятилетиями за то, чтобы государство не совало свой нос в ваши олигархические дела. Когда вы получаете электроэнергию по цене в сотни раз дешевле, чем рядовой житель, например, Краснодарского края. Вы для выплавки алюминия берете электроэнергию очень дешево. Простые люди получают ее в сотни раз дороже. Это несправедливо, на мой взгляд. Абсолютно несправедливо. Но государство на это глаза закрывает. Лишь бы у вас бизнес процветал и проблем не было. В первом квартале промышленное производство в Китае выросло на 24,5% в годовом исчислении. Результат поистине впечатляющий. Я напомню, что у нас за 20 путинских лет ВВП еле-еле удалось удвоить. За 20 лет на плюс 100%. А тут за один год у Китая будет плюс 25%. Это очень быстрый рост. И у нас можно добиться подобного, считает Дерипаска. Если попробовать подчинить Центральный банк правительству, как в Поднебесной, хотя бы на три года. В качестве эксперимента, для сравнения, промпроизводство в России за январь-март снизилось на 1,3%. Да, мы знаем, Олег Владимирович. Вы выбрали своим главным идейным врагом Эльвиру Сахипзадовну. И ты постоянно ее критикуете. И по делу, и не по делу. Это известный политический ход. Найдите себе какого-то крутого противника. Все время с ним ругайтесь, все время пытайтесь нанести ему какой-то репутационный урон. И все будут думать, что вы боретесь именно за народ. Конечно же, не за свой кошелек. Нет, нет. За народ боретесь. А вот подоспела информация про губернатора Уйбу, который обещал дать звезды своему политическому оппоненту. Заправский казнократ, пишет за Московпост. Владимир Уйба выставил всем на показ свою криминальную натуру. Недовольный выступлением депутата-коммунист Олега Михайлова, раскритиковавшего работу регионального правительства в пух и прах, Уйба сыграл классическую гоп-стоп-партию «давай выйдем». Когда они оказались наедине, Уйба наехал на Михайлова с горой проклятий, оскорблений и мата. Ты кого трусом назвал? Конь, вопрошал Уйба. Поясним, что в тюремном жаргоне «конь» – непочетная масса сидельцев, которые вынуждены мыть полы, носки и посуду за блатными, в ожидании лучшей доли. Доли этой, как понятно, они не дождутся. Именно такие роли отводят себе и другим госслужащим, и депутатам Уйба. Есть блатные, Уйба, его окружение и семья, которая зарабатывает миллиарды, владея иностранными активами. А есть кони – те, кто должен кивать и обслуживать их интересы, убирать, стирать носки и стоять в позе «чего изволите». Разумеется, когда конь ни с того ни с сего начинает мочить рога, его ставят на место. Вот и Уйба и поставил. Михайлова на место, а себя – в крайне неудобное положение. Кто тогда в представлении Уйбы простые жители республики? Мужики или обиженные? Судить не беремся. Но думаем, что второе. Ведь за людей обычных граждан республики Уйба давно не считает. Вместе с тем, за ним тянется шлиф скандалов еще из Минздрава и раньше, когда Уйба раздавал миллиардные госконтракты близким себе конторам. Если экстраполировать нынешний скандал на ту ситуацию и сравнивать бюджет с воровским общаком – очень грубо. То не попутал ли пахан Уйба берега, раздавая общак прикорленным ворам? И не пора ли в таком случае Уйбу, скажем так, раскороновать? А вот то самое расследование об иностранных активах Уйбы, которое упоминалось в зачитанном только что тексте. Уже будучи в Рио главы республики Коми, Уйба, равно как и его семья, контролировал два зарубежных актива. Первый из них до июня 2020 года принадлежал губернатору и его первой жене, после чего отошел номиналу. Финансовому благополучию вторая фирма может позавидовать любой крупный завод. Ее директором остается бизнесмен, управляющий российской компанией второй супруги чиновника. Пражскую компанию «Вилас СРО» Владимир Уйба и его первая супруга Ирина создали 27 января 1999 года. В качестве сферы деятельности фирмы была указана аренда недвижимости, жилых и нежилых помещений. Такую формулировку обычно используют предприниматели, создававшие юрлицо для обслуживания своей зарубежной недвижимости. Зарегистрирована она была в Праге по адресу, где проживал бизнес-партнер Читы Наталья Багдасарян. Именно ей чиновник и его бывшая жена выписали доверенность сроком на 3 года с правом делать от лица собственников фирмы предложение, получать необходимые документы, подавать заявки в любые организации и учреждения, вне зависимости от их правового статуса. На протяжении последующего 2021 года компания не сдала в коммерческий реестр Чехии ни одного финансового отчета, поэтому оценить объемы производимых этим предприятием коммерческих операций невозможно. Владимир Уйба оставался его учредителем, одновременно занимая ряд ключевых постов в правительстве РФ. С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года, 16 лет, он возглавлял подведомственное Минздраву Федеральное медико-биологическое агентство и довел бюджет этой организации до 80 миллиардов рублей в год. ФМБА, помимо всего прочего, отвечает за медицинскую часть российской космической программы и за здоровье космонавтов, за донорство крови, разработку производства вакцин, медицинскую составляющую спорта высоких достижений. 22 января 2020 года ФМБА было выведено из подчинения Минздраву, и в этот же день Владимир Уйба стал замминистра здравоохранения РФ. И Уйба отказался от иностранного бизнеса только в июне 2020 года, когда до губернаторских выборов оставалось около трех месяцев. По данным коммерческого реестра Чехии, сначала он выписал доверенность на своего сына Артема, чтобы тот представлял его интересы как учредителя компании. Артем Уйба, в свою очередь, передал принадлежащую отцу 50% долю в компании Ирине Уйбе, а та в сентябре 2020 года начала процедуру ликвидации фирмы, которая не завершена по сей день. И это далеко не все расследование. Там есть еще несколько компаний. Кто желает, найдите материалы на сайте Октагона. Ознакомьтесь. Самый обычный коррумпированный чиновник. Каких видели огромное количество. На свободе, в высокой должности, при высоких зарплатах. Его даже Песков отмазывает. Он угрожает человеку расправой, угрожает человеку избить, нанести ему легкие или средние, или даже в высокой тяжести телесные повреждения. А наши официальные лица говорят, это просто мужской разговор, не будем обращать внимания, это их личное дело. Дорогие друзья, беспредел продолжается. Только вместе мы сила. Готовьтесь, наступают исторические времена для нашей страны. Прорвемся. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Чиновников, воров, коррупционеров надо выводить на чистую воду, надо их давить и менять ситуацию в стране к лучшему. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok